Вот и уходит прошлый 2015 год. Завершается второе полугодие. А это значит, что буквально через полторы месяца начинается первое полугодие нового 2016 года. Так уж повелось, что подписка на периодические издания разделяется на два этапа, то есть первое и второе полугодие. Журналисты коллективы газет, разумеется, об этом помнят и живут, как говорится, от одного полугодия до другого. К сожалению, наши читатели, а иногда и постоянные подписчики, забывают об этом. 25 лет назад, как начала выходить в свет газета, вначале под заголовком «Халхан Аз» – «Голос народа», затем уже с марта 2001 года с республиканским статусом газета «Нисо равенство». Вот и в очередной раз нам напоминают о том, что началась подписка на газету на первые полугодие 2016 года. Как работник администрации районов, нам приходится иметь дело с подписками, с журналами, газетами, профессиональными, так же и многофиражками. И среди всех этих изданий я выделил газету «Нисо», республиканская газета. Очень содержательная, очень массивная, очень поучительная газета. Так уже традиционно случилось, что по весне и осени мы, работники, сотрудники местных средств массовой информации, а так же республиканских, обращаемся к вам, наши дорогие читатели, с тем, чтобы вы подписались или не забыли подписаться на газету. Я всегда говорю, не потому что я говорю, как главный редактор чеченской газеты, я всегда сторонник, чтобы и представители других народов, я всегда среди своих коллег тоже говорю, нам нужно вести разъяснительную работу именно среди своих читателей, потому что Дагестан – многофирмальная республика, у нас 14 титульных народов, и у каждого народа есть своя газета. Поэтому каждый представитель дагестанского народа обязан, это его святая обязанность подписываться именно на свою газету. И сегодня, пользуясь очередным случаем, предоставленным телеканалом «Айташ» муниципальным, так как газета «Нисо Дагестан» уходит на территорию Хасайуртовского региона, хотя она с республиканским статусом, я хотел бы обратиться именно к нашим читателям, проживающим по республике Хасайуртовской регионе, в частности в Баба-Юртовском районе, Кизельюртовском районе, Казбековском районе, Новолахском районе, в городе Хасайурт и одноименном районе. Именно здесь компактно проживают чеченцы, один из титульных народов в республике Дагестан. Почему сегодня такая озабоченность в связи с подписной кампанией? Это, наверное, и каждый читатель знает, и каждый представитель нашего народа знает, и дагестанцы знают, потому что сегодня телефонные, мобильные связи, соцсети, в буквальном смысле уже, в буквальном смысле, вытаскивают печатные, периодически печатные СМИ на обочинном теме, но тем не менее газета должна сохраниться, газета должна и будет она, я уверен в этом, потому что периодическая печатная, живое слово, это не то, что соцсети, не то, что виртуальный мир. Здесь читатель соприкасается не только с живым словом, но и с газетой, свежей типографской краской, пахнувшей, которая выходит. И каждый четверг у нас наши читатели, которые получают нашу газету через отделение связи, и помимо этого у нас есть и альтернативная подписка, альтернативные наши подписчики, это постоянные наши подписчики, я очень им благодарен, таких, которые получают газету, при редакции у нас более стачевые. Среди них, к большому сожалению, важенство, это наши ветераны, пенсионеры, и помимо этого нам оказывают большую помощь в организации подписанной кампании в городе Хосюрт, в частности, мне хотелось бы сказать, в городском управлении образования, руководитель городского управления образования Ибрагимов Руслан Мавланович. Во всех школах, где работают учителя чеченской национальности, организовывается подписная кампания, поэтому мне хотелось бы еще раз сказать об этом. Также хочется сказать и о том, что сегодня наша газета, хотя она и выписывается, но сегодня по сравнению с прошлыми годами, когда еще газета была в статусе городской, районной, объединенной газеты, сегодня подписка желает быть намного больше по сравнению, соответственно, с населением нашего народа. Поэтому каждый раз, когда у меня возникает возможность обратиться к нашему народу, к каждому представителю нашего народа, в каком бы районе, регионе, не проживал на территории Дагестана, я всегда говорю, что мы-то сегодня говорим по последней переписи населения, нас более 100 тысяч, но я могу себе позволить, и я даже буду утверждать на этом, что Дагестане истинным чеченцам, патриотам своего народа, я считаю только тех, кто подписывается на газету НИСО Дагестан, а таких, к сожалению, чуть больше трех тысяч. Поэтому я еще раз обращаюсь и к руководству Хасавюртовского района, города Хасавюртовского, Лахского, Казбековского, Бабавюртовского района, потому что в этих структурных подразделениях у нас есть заместители, в рамках заместителей главы муниципальных образований, свои представители. А в Хасавюртовском районе у нас есть чисто 10 населенных пунктов, где руководителями являются главы муниципальных образований, являются представители нашего народа, там же и директора школ, там же и бюджетники, там же и медработники. Поэтому, если даже каждый представитель бюджетных организаций, и наши уважаемые кондиционеры, и наши бюджетники подпишутся на нашу газету, подписка будет намного выше. Поэтому еще раз мне бы хотелось сказать слова искренней благодарности тем, кто постоянно подписывается на нашу газету, а тем, кто еще не принял решение, он еще не опоздал, он может обратиться в любое почтовое отделение связи, подписаться на нашу газету, и с 1 января, точнее, после январских зимних так называемых каникул, с 10 января он будет получать свежий номер газеты НИСО Дагестан. Мы напоминаем нашим читателям, что подписаться на газету НИСО Равенство можно в любом отделении почтовой связи, или альтернативно с получением газеты в редакции газеты НИСО.